Нам надо помыть водичкой хорошо апельсинки и отправляем их в морозилку. Можно отправить на ночь. Главное хорошо вымыть шкурку. Апельсины достали с морозилки. Немножечко они у вас размёрзлись. Я думаю, для чего класть в морозилку? Для того, чтобы шкурка стала немножечко мягче. И разрезаем наши апельсины на вот такие вот кусочки. Прям со шкуркой режем. Вот это срезаем хвостики. И убираем косточки лишние. Дальше всё я отправляю в блендер. И нам надо это всё перебить. Перебитую массу перекладываем в ёмкость и заливаем литром воды. И оставляем постоять минут 10. Теперь берём большую ёмкость, сито. И нам надо это всё процедить. Хорошо-хорошо так отдафливаем сок, чтобы весь вышел. Добавляем 200 грамм сахара и чайную ложку лимонной кислоты. Вода у меня не кипяченая, девочки. Просто очищенная холодная вода. Хорошо всё размешали, чтобы растворилось. И добавляем 2 литра ещё воды. Вот у нас получилось 3 литра напитка. Давайте пробовать. Дегустация, девочки. Вот такой вот напиток получился. Очень вкусный. В меру сладкий. Если добавить сюда, например, кубики льда, будет холодненький. Очень вкусный напиток. Многие скажут, много сахара. Девочки, ну мы покупаем напитки, в них сахара, поверьте, не меньше. Даже может быть и больше. Зато нету никакого лишнего ешек, мешек и всего лишнего. Очень вкусный напиток. Если добавить не обычную воду, а газированную воду, у вас получится фанта. Настоящая фанта. Вкус фанты. Я советую вам такой приготовить. Почему-то не ожидала я, что это будет так вкусно. Готовится легко, быстро, да, девочки? Вкуснятина. Приготовьте своим деткам, не пожалейте. Все, я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.